За две недели июля гостиницы из Дравницы Анапы перечислили более 2,5 миллионов рублей за счет курортного сбора. От обязательных выплат освобождены жители края и льготники. В нашем отеле никакого негатива не было. Почему? Первое. У нас вся информация есть на сайте, полноценная информация. Дальше. При бронировании, когда номера заранее бронируют, мы всех ставили в известность наших гостей, будущих гостей, что введен закон, федеральный закон, краевой закон. То есть с людьми это все встречено позитивно, никаких вопросов не было. Я лично люблю много путешествовать, и как на зимних, так и на летних курортах, и в Европе, и в Азии. Я встречаю, что там берут курортный сбор, а он идет на инфраструктуру, явно, как и у нас в законе положено. И когда люди увидят этот позитив, увидят, что эти деньги не кто-то куда-то потратил, а то, что он идет на улучшение курортов, я думаю, это всем населением будет воспринято. Но для этого нужна большая хорошая работа, в том числе и разъяснительная. Деньги останутся в муниципалитете и пойдут на благоустройство санаторно-курортного комплекса. По поручению главы города Юрия Полякова, Управление архитектуры разрабатывает эскизы новых мест отдыха и зеленых зон. Лучшие идеи определят посредством голосования жителей и гостей курорта. Проекты лидера утвердит Общественный совет по расходованию средств.